Управляющая компания к вам. Зачем? Комиссионное обследование. Какое обследование? Комиссионное. Совместно с участковым представителем противопожарного надзора сотрудники управляющей компании «Жилье» отправляются по квартирам жильцов в Сюмбике-9. Основная цель визита – добиться от нижникамцев устранения незаконных построек внутри подъезда. Мы проводим работу совместно с пожарной инспекцией, с надзорной деятельностью, совместно с службой участковых по поводу устранения межэтажных кладовых помещений. Данная работа управляющей компании и до этого производилась. Мы выявляли собственников входящих кладовых помещений. На сегодняшний день уже делаем совместный обход с требованием о демонтаже этих помещений. В первой же квартире жильцы были дома, а вот хозяина кладовой не было. Сотрудники комиссии выписали семье постановление явиться к ним в отдел для дальнейшей беседы. В следующей квартире выяснилось, что в этот дом семья заехала год назад. Вместе с жильем им досталась и кладовка. Теперь придется убирать самим. Таков вердикт специальной комиссии. Тем не менее, все-таки вам придется за теплодовое помещение нести какую-то ответственность. Ну, хорошо. Вы давление получили от демонтажа? Да, все получили, да. А демонтаж от теплодовых помещений когда будет производить? Нам надо убирать все-таки дальше? Все-таки придется убирать. Такие проверки специалисты будут проводить и дальше. Присваивать территорию не только незаконно, но и прежде всего пожароопасно. Все эти помещения установлены незаконно. Здесь произведено изменение объема планировочных решений. Идет нарушение пункта 23 под пункт ТК. То, что запрещается устройство кладовых помещений на межэтажных пространствах, лестничных клетках. Здесь идет нарушение заужения путей эвакуации, увеличение пожарной нагрузки на здание дома. Также хранение горючих веществ и материалов в данных кладовых помещениях. Всего за время рейда специальной комиссии было проверено несколько десятков квартир. Все, кто оказались в этот момент дома, получили постановление. Больше предупреждать коммунальщики и спасатели никого не будут. Если в установленные сроки жильцы сами не уберут незаконные постройки, это сделают представители управляющей компании. Евгений Авдеев, Максим Галимзянов, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас. Продолжение следует...